Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, новая неделя. Понедельник день тяжелый, как известно. Но мы не будем склоняться к избитым фразам. Мы говорим, что понедельник, когда прежде всего начало новой трудовой недели, значит мы с оптимизмом смотрим в будущее. Причем в определенной направлении мы смотрим. Мы сегодня поговорим о том, что же в ближайшее время мы увидим на финансовых площадках. Фиксацию прибыли. Ну понятно, откуда взялась прибыль, потому что предыдущая неделя как минимум была с этой точки зрения сумасшедшей. Или все-таки логичнее ждать продолжение роста, который подтолкнул господин Вернанке, глава Федрезерва. Итак, события и прогнозы по фондовому, ну и по финансовым рынкам на ближайшие дни. Сегодня у меня в гостях Олег Ельцов, главный трейдер управления ценных бумаг РосЕвробанка. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. И Ярослав Кабаков, ректор учебного центра Финам. Добрый вечер, Ярослав. Добрый вечер. Ну традиционно, уважаемые коллеги, как настроение ваше понедельничное, ну и вообще, собственно, как жизнь протекает? Понедельник, настроение боевое. Боевое? Боевое. Ну, имеется в виду, как прошли выходные, наверное, я уж не буду спрашивать. После хороших выходных всегда на настроении боевое. Считали прибыль. Ну, надеюсь, не как в той присказке, да, торговали, веселились, подсчитали, прослезились. Я надеюсь, вы радовались. Ну, за последние месяцы, это, наверное, самые удачные дни, четверг, пятница. Вау. Все, я вас искренне, Ярослав, поздравляю. Ну что ж, ну что ж, значит, сейчас прибылью, ну или как минимум, сведениями о ней Ярослав, надеюсь, поделится с уважаемыми слушателями. Для вас, мои коллеги, по ту сторону микрофона, напоминаю, у вас есть возможность позвонить в студию, задать вопрос, телефон прямого эфира 6510996, код Москвы495, либо этот самый вопрос можете опубликовать на сайте finam.fm. Спрашивайте, делитесь собственными наблюдениями, ну или радостными историями по поводу прибылей. Ну и начнем с картины маслом. В Москве 1806. Давайте посмотрим, что творится на финансовых площадках в это время. Открылись американцы. Небольшое снижение по основным индикаторам фондового рынка Соединенных Штатов Америки. Доу Джонс в минусе на 0,1%. СНП 500 и чуть больше 2,1%. Наши ребята под закрытие также под водой болтаются. 0,6% РТС, 0,4% ММВБ. Но опять, да, это связано с изменением курса рубля к доллару сегодняшним. Стривые рынки. Также достаточно вялую динамику весь день показывают. Бренд, правда, держится достаточно уверенно выше 160, 116, хорошая оговорка, 116 долларов за баррель. Лайт ниже 100. В пятницу, если вы помните, на оптимизме, да, она высовывала голову выше 100 долларов. Сейчас 99,5, но закрепиться не удалось. Золото примерно так же в районе 1770 за унцию. Почти без изменений другие сырьевые инструменты. Ну и инструменты валютного рынка. Я смотрю на индикатор главный евро-доллар. 1,3143 текущая котировка, но, в принципе, тоже без особого изменения. Основной набор голубых фишек сегодня торгуется разнонаправленно, причем достаточно интересные динамики. Ну, для примера, МТС теряет 2%, Русгидро прибавляет 2%. Ну, в общем, тут тоже много, наверное, любопытного. Об этом мы сегодня и поговорим. Итак, давайте начнем с того, на ваш взгляд, Олег, с тебя начнем, да? На твой взгляд, что в ближайшие дни нам все-таки суждено увидеть фиксацию прибыли, начало долгожданной коррекции, либо мы продолжим этот сумасшедший рост. Этот праздник жизни, как ты думаешь? Ну, праздник жизни, который начал Бен Бернанке еще на прошлой неделе, мне кажется, что он не закончится. Не закончится. Никогда причем это? Не закончится никогда, да. Это нормально. Ну, на самом деле, что он сказал, да, что он планирует в ближайшие месяцы выкупать по 40 миллиардов ежемесячно, да. Понятное дело, что все восприняли это дело с эйфорией. Но не стоит забывать о том, что он не озвучил каких-то конкретных лимитов. Извини, я немножко с опозданием, видимо, понедельник все-таки. Но я фразу твою. Бен Бернанке пообещал выкупать... Я бы так сформулировал. Он пообещал тратить ежемесячно по 40 миллиардов. И, естественно, да, народ, услышав это, естественно, заплясал от счастья. Можно же что купить на 40 миллиардов. Да, но, тем не менее, 40 миллиардов в месяц, и он будет смотреть на два индикатора основных. Это все-таки безработица в США и инфляция. Я пока не понимаю, если честно, сможет ли он удержать инфляцию в каких-то рамках, да. Между нами не только ты не понимаешь. Как минимум еще один человек в этой студии, она строя, я напомню, не понимает этого так же. Да, ну и, соответственно, если безработица начнет падать, инфляция выйдет за какие-то целевые рамки, то он тут же остановит печатный станок. Мне кажется, это даже не обсуждается. Единственный вопрос, да, когда это произойдет, но, мне кажется, в ближайшие месяцы нас остановка точно не ждет. Да, ну, выборы президента США, текущий политический курс, я думаю, будет продолжаться, поэтому нужна стабильность, нужен рост. Ну, то есть ты смотришь в сторону продолжения роста, который на следующей неделе начнется. Да. И, раз, у тебя какие мысли? Ну, первое, что хотелось бы отметить. Во-первых, да, Бернанке запустил вот этот процесс на рынках, запустил процесс роста. Однако, если мы говорим про текущую ситуацию, да, то она спекулятивна. Она максимально спекулятивна, причем она была спекулятивна и на прошлой неделе, и на текущей неделе. Денег Бена Бернанке пока на рынках еще нет. То есть спекулянты бодаются, быки с медведями и так далее. То есть они радуются на ожиданиях. Да, радуются на ожиданиях, пока сейчас денег еще нет. Нельзя говорить о том, что рост не продолжится. Но другой вопрос, если мы говорим про российский рынок, да, очень большое количество людей за последний месяц торговало, находясь в боковом тренде, да. То есть подошли к верхней границе, начали продавать, подошли к нижней, начали покупать. И вот эта ситуация, мы сейчас вышли наверх, и можно даже посмотреть на российском рынке обычно, да, вот такой рост, он потом, для него характерно определенное остывание. Но многие короткие позиции на рынке пока не закрыты. И мы можем увидеть, что те, кто не закрыл эти короткие позиции, они ожидают, что понедельник, вторник будет коррекционное снижение, они смогут хоть с какой-то, так скажем... И в безубыток хотя бы. Да, хотя бы в безубыток выйти. Вопрос, российский рынок, ну то есть спекулянты дадут или не дадут? Да, и весьма вероятно, что если там присутствуют очень большие позиции, то весьма вероятно мы еще можем стрельнуть наверх, причем, так скажем, достаточно активно. Ну то есть, чтобы наказать тех, да, кто вовремя не выходит из шарта? Кто вовремя, да, не контролирует. При этом вот даже на фьючерсе вечером, в четверг, можно было видеть просто огромнейшие объемы, когда закрывали позиции и те, кто в опционах находились против рынка, кто продавал, и те, кто в коротких позициях стояли. Это было, конечно, сумасшествие. Весьма вероятно, что сейчас будут попытки дальнейшего наказывания тех, кто стоит в короткую. Звучит, конечно, обнадеживающе. Кстати, говоря о срочном рынке, не надо забывать, что середина месяца, сентября, это как раз знаменитые дни экспирации, поэтому здесь нужно всегда быть осторожным, быть аккуратным. Ну что ж, я понял, собственно, ваши мысли. Я так понимаю, что вы вы склоняетесь к продолжению роста. Теперь давайте поговорим, а на чем? Ну, то, о чем говорит Ярослав, да, это среди трейдерской, по крайней мере, да, эти вещи вполне употребимы, объяснимы, да, кто-то кого-то наказывает, кто не успел закрыться, по стопам вынесло. Ну, я боюсь, что для многих наших слушателей это не совсем понятно, эта терминология. Если можно, давайте мы поговорим о причинах роста или падения, которые, я говорю, о возможных причинах роста в данном случае, до точки зрения фундамента. Ближайшие события, значит, я напомню, мы ждали конец месяца на предмет того, что тройка кредиторов Евросоюза, да, она будет там инспектировать Грецию и вынести вердикт, да, справляется, не справляется, наказать или погладить по головке. Перенесли, перенесли сроки, ну, как минимум, результаты этой инспекции на начало октября. То есть у нас важное, так сказать, событие уже, ну, из ближайшего времени исчезает, из ближайшего календаря исчезает. Значит, в выходные дни состоялся саммит Евросоюза, ничего там хорошего, ну, ничего значимого, по крайней мере, не решили, опять поговорили, поговорили. Вот с этой точки зрения, какие ожидаемые события, Олег, в ближайшее время, на чем расти-то мы будем? Ну, я бы какие-то события сейчас не выделял, потому что все-таки основное событие случилось на прошлой неделе. И по поводу фундамента, я что хочу сказать, наш рынок все-таки, ценообразование на нашем рынке, оно во многом не связано с фундаментальным анализом. И тут нужно скорее искать какие-то торговые идеи в бумагах, которые сильно перепроданы, потому что потихонечку появляется интерес к нашему рынку, именно к сырьевому рынку. Потому что сейчас будет расти, что в первую очередь, будет расти сырье, будет расти золото. И на этой почве именно сырьевые рынки и будут расти. Поэтому сейчас просто нужно искать какие-то конкретные идеи, нужно искать, где появляются хорошие объемы, и уже на этом делать какие-то, открывать какие-то позиции. Ну, искать, где появляются объемы, это уже как-то немножко неуловимо звучит. Но, тем не менее, я согласен. Давайте поговорим об идеях, послушаем новости и продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. На Финам.ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы продолжаем разговор о ближайших перспективах финансовых рынков, в частности, отечественных. Рынок нас сильно интересует. Сегодня в гостях, я напомню, Олег Ельцов, главный трейдер управления ценных бумаг Росевробанка и Ярослав Каваков, ректор учебного центра «Финам». Еще раз добрый вечер, коллеги. Добрый вечер. Для вас, слушатели, напоминалочка тоже есть. 6510-99,6, телефон в студию. Звоните, спрашивайте, интересуйтесь, делитесь собственными наблюдениями. Финам.ФМ – это сайт компании. На него вы можете написать, да? На нем вы можете написать свои вопросы. Продолжаем разговор. Прервались мы. Олег предложил поиск неких идей на отечественном фондовом рынке. Если можно поподробнее. Ну, поподробнее, если есть акции, которые у нас сильно перепроданы. Так. И среди которых появляются торговые идеи каждый день. И сейчас я хочу выделить какие основные. Вот Мечел. Много было разговоров, много говорили, что фундаментальная бумага до сих пор слабая. Но, тем не менее, появились рекордные объемы. То есть, впервые на прошлой неделе в пятницу объемы перевалили за миллиард. И, понятное дело, что кто-то крупный решил войти в эту бумагу. И, соответственно, в свое время была рекомендация покупать Мечел от 200. Собственно, как оказалось, она правильная. Есть еще бумаги, которые не успели выстрелить. Среди которых УГК-2. Там была недавно объявлена доп. эмиссия по 0,45. Да, по 45 копеек. Учитывая то, что цена, в принципе, около своей номинальной стоимости. 38 копеек. Я думаю, что она себя еще не показала. И в ближайшем будущем мы увидим рост в этой бумаге. Ну и я бы, в принципе, смотрел сейчас на металлургов и электроэнергетику. Потому что они довольно сильно просели. Ну и, в частности, ты говорил о сырье. То есть, о нефтянке. Опять мы ведем речь о том, что пресловутый КУЕ-3 добавил оптимизма на рынок. Все начали скупать все, что можно. На подешевевшие, возможно, подешевевшие деньги. И, в частности, естественно, сырье и металлы. А если говорить о фишках Ярослава, ну, в частности, сегодня, вот я смотрю, весь день сегодня идет эта реклама. Ну, можно отметить, да, что, конечно же, фишки подросли. Сегодня, опять же, мы замечательную новость по поводу СПО Сбербанка получили. Да. Кстати, СПО Сбербанка может сажать достаточно много ликвидности на рынке. И мы видим определенную неуверенность со стороны участников по поводу Сбербанка. Ну, размещение все-таки. И как-то очень быстро приняли это решение. Это первое. Второе. Сегодня мы опять видели перекладку. Перекладку по рынку. Перекладывались как раз то же самое Росгидро и так далее. Сбербанк потихонечку отпускают. Не думаю, что он будет существенно корректироваться. Но в каком-то диапазоне, может быть, там до 93-98, вот в таком коридоре может телепаться достаточно долго, пока не пройдет СПО. И я бы отметил, что, конечно же, основной сигнал на покупку первого шелона, это был, когда мы пробили уровень 1470. Потихоньку, помаленьку до объявления КУЭ-3 и, в принципе, неоднократно об этом заявляли, вот в том числе мы с Дорофеевым Александром, нашим управляющим, рассматривали эту ситуацию, что уровень-то достаточно, так скажем, знаменательный с точки зрения потенциала прибыли. И, да, прошли, пошли дальше вот на новости такой достаточно знаменательной. Я могу, извини, пожалуйста, я могу предположить правильно, что вы с Сашей Дорофеевым говорили о 1470, а потом подключился Бернанке и, собственно, на этом деле вы... Ну, Олег, ну мы же с тобой понимаем, что новости, они бывают абсолютно разные, да, могут быть плохими, могут быть хорошими, но если рынок стоит и, в принципе, два года не дает заработка, причем такого, да, то есть... Существенного. Существенного, да. То когда-нибудь пружина это выстрелит. Да, конечно, если бы там Бернанке не объявила КУЭ-3, да, весьма вероятно мы бы пошли бы дальше в этом же боковике. Но на очередной новости, да, и чем дольше бы это происходило, чем дольше времени проходило бы, пружина сжималась бы все больше и больше, и в какой-то момент она бы выстрелила. Другой вопрос, что, да, есть определенные фундаментальные факторы по заливке ликвидности на рынке, и в конечном итоге вот этот выстрел пружины, он потом может быть подкреплен очередными, так скажем, идеями, там, уменьшение безработицы, еще там что-нибудь и так далее. А с другой стороны, да, такая ситуация, опять же, могла быть реализуема через просто спекулятивное движение наверх, и потом дальнейшую коррекцию может быть еще ниже, чем были до этого. Я понял, спасибо. Я на самом деле согласен по поводу пружины, по поводу всего остального, но я смею напомнить, за некоторое время до, ну, сначала до заседания Федрезерва, да, а потом, неправильно, сначала за некоторое время до выступления Бернанки в Конгресс-Холле, да, а потом уже до заседания Федрезерва, бытовали разные мнения. По поводу пружины я согласен. Пружина сжимается, 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 и здесь главное, ей нужен выход. Но бытовали разные мнения. Например, я уж не помню, да, какова вероятность была, но очень многие, как минимум из ваших коллег, которые здесь были в этой студии, говорили, что Бернанки не запустит Куэ-3. Не запустит, и для этого, да, есть основания, и не так плохо и в экономике, и на тонуне выборов это неправильно, и еще, и еще, и еще, и масса аргументов. И в этом случае я просто к чему опять веду, да, пружина сжалась, все ждут, что он скажет, он говорит, нет, ребят, не будет никого Куэ-3, пружина разжимается, и мы летим вниз. И, кстати, об этом тоже, да, речь говорила, что назревает коррекция, да, а мы увидели вон что. Так что опять вечная, да, извечная история, что курица и яйцо. Ну, Олег, в действительности, если посмотреть, то по комментариям, опять же, аналитиков, там, США, некоторые были разочарованы. Почему? Потому что ожидали объемы выкупа не на 40 миллиардах, а на 60 миллиардах. Согласен, но с другой стороны, Бернанки не дал временно, да, никаких ограничений. И это, на этом оптимизм. 40 миллиардов, на самом деле, я согласен, не так много, не так много. Но с другой стороны, Бернанки, опять-таки, да, мы люди, нормальные, живые люди, да. Что означает фраза? Как только мы увидим улучшение, мы, значит, этот станок свернем. Ну, улучшение, я думаю... Семь процентов безработицы, или что? Или там, я сегодня говорил, 200, да, 200 нон-фармов, чтобы каждый иметь, 250 тысяч, чтобы было. Вот три раза по 250, да, как хорошо звучит. Да, и все, и, значит, штанок выключаем. Как это? Как это почувствовать, что он... Поэтому вот на этом, я думаю... Переизбрание Обамы, вот и... Вот и все, да, и все. И причем уже господину Бернанке сказали, где его место будет, да, если Ром не придет к власти. Олег, значит, смотри, вот о чем хотел я поговорить. Все-таки, эту фразу ты уже произнес. Отечественный рынок не совсем, да, реагирует в русле, там, фундаментальных, макроэкономических каких-то событий. Не совсем. У нас есть определенные ориентиры, в частности, это цены на нефть. Да, будем упрощать, по крайней мере, так легче жить. Давайте упрощать. Цена на нефть, 116 долларов за баррель, да, рынок российский, ну и как минимум, там, да, определенный сектор выглядит оптимистично. Рубль укрепляется, сегодня он отскочил немножко, сейчас опять закрывается, там, ниже 30,50. А, ниже 30,50, простите. Все говорит о том, что действительно есть у нас аптренд, так называемый, да, то есть потенциал роста. Тогда у меня к тебе вот какой вопрос. Доколе. Как долго продержатся цены на таком уровне и что сейчас, ну, уже, извини, на мировых площадках все-таки заставляет их, да, вот, держать эту планку? Ну, точно предположить, доколе это продолжится невозможно. Хорошо, да, вопрос некорректный, снимай. Вопрос немного некорректный, но, на самом деле, я могу сказать, сколько я жду. Во, давай, давай, я очень люблю, да. Потом, через месяцочек встретимся, я тебе скажу, а, ты что говорил? Ну, будем надеяться, что... Вот, нет, были такие случаи, ну, в частности, Ярослав только что, да, примерно такую же фразу. Мы с Сашей Дорофеевым же говорили, вам же, два месяца надо. Очень часто я такое слышу. Ну, продолжай. Если говорить о рынке в целом и, соответственно, о нашем индексе, то я жду до, наверное, ноября. Ну, до выговора. Да, в ноябре во второй половине, я думаю, что уже будет остановка и, возможно, какая-то передышка, может, даже коррекция. До ноября коррекции не будет вообще? Ну, серьезно, нет. То есть, будут, конечно, просадки, но их будут выкупать. Потому что, ну, динамика показывает, да. Понятное дело, что если сейчас S&P завалится, наш рынок за ним, в общем-то, ходит, да. Но цена на нефть, опять же, вы правильно сказали по поводу валютной пары доллар-рубль. Они нашему рынку не дадут сильно упасть. Учитывая то, что мы с американцами уже давно, ну, не в стопроцентной корреляции, как бы идем, да. Они уже обновляют максимум, да. Четырехлетние максимумы покоряются. Вот. А у нас он долгое время стоял на месте, то есть был двухмесячный боковик, вот. Из которого, наконец, вроде как мы начали выходить. Но я почему сразу начал не про голубые фишки рассказывать, да, потому что они-то, в общем, близки к своим максимальным значениям, да. А много акций, которые у нас недооценены, которые лежат еще, в общем, где-то в районе дна. И вот те движения, которые начались, они являются только-только вот первыми сигналами к росту. Ну, это логично, да. Какому-то, да, среднесрочному. Поэтому мне кажется, что многие бумаги, они будут еще расти, не знаю, в течение полугода, может быть. То есть именно вот о неликвидении, ну, да, первом, втором шло, да. Ну, скорее, да, второй, третий. Второй, третий, да. Ярослав, как ты думаешь? Ну, я абсолютно согласен. Единственное, что может быть вот по срокам, да, мы сейчас видим, конечно же, очень спекулятивную реакцию рынков. Тот же Мечел, который, конечно же, очень дешев с точки зрения того, что он стоил там год-полтора назад. Но, с другой стороны, отмечу, да, что пока надо еще так же смотреть конъюнктуру, как вообще, что у нас происходит в мире, да. Почему? Потому что металлурги, если пойдут наверх, то пойдут под достаточно, так скажем, существенными фундаментальными факторами. Например? Увеличение, ну, по крайней мере, увеличение ВВП Китая. Вот, вот, замечательная тема. Мы сейчас, конечно, видим, что и Мечел даже закрыл там первое полугодие достаточно позитивно, но долговая нагрузка у него достаточно большая, да. Мы видим, как НЛМК стоит, при том, что эта компания одна из лучших с точки зрения там своих финансов на рынке, стоит на минимальных значениях, да. Кто-то рассматривал там его на 80 рублях как хорошую цену, сейчас там 67-65 и так далее. ММК, который, опять же, ниже Плинтуса и падать дальше уже практически некуда. Я думаю, что сейчас спекулятивно, конечно, в этих бумагах может, так скажем, присутствовать определенное коррекционное движение, что может не быть по рынку в целом. Но, если будет задаваться тренд, то, конечно же, эти бумаги могут показать существенно больше, нежели, чем мы увидели по голубым фишкам в четверг и в пятницу. Ну, это и логично, да. Если уж стреляет, то кто стреляет? Не ликвид в основном. Ты что хотел добавить? Ну, в общем, я хотел в общем. Давай в общем. Давай в общем, потому что сейчас у нас уже будут новости, мы уйдем, послушаем Настю, а потом обязательно мы поговорим о Китае, потому что действительно я с вами согласен. И, на мой взгляд, на этой неделе вообще это тема номер один. Китай публикует в четверг, по-моему, ночью, ну, утром в Москве. Он любит это либо ночью делать, да, либо в выходные. Он публикует как раз индекс, по-моему, промышленной уверенности, да, Аблэк называется, индекс деловой активности в промышленности. Вот, это будет как раз в четверг и во многом это в дальнейшем скажет о том, как живет Китай. Ну, я хотел сказать о том, что в последнее время много идет разговоров о том, что отток ликвидности у нас на рынке продолжается, да, который начался еще в первом полугодии. Но... Извини, Олег, не дослушаем мы тебя. Итак, сейчас новости, а потом продолжим. Ну что ж, уважаемые слушатели, еще раз добрый вечер. Мы продолжаем сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодня ближайшие перспективы в финансовых рынках, отечественной площадке. Естественно, нас тоже интересуют основные идеи, мои сегодняшние гости эти идеи озвучивают. Поэтому присоединяйтесь. Собственно, я напомню, в гостях сегодня Олег Ельцов, главный трейдер управления ценных бумаг Росс Евробанка. И Ярослав Кабаков, ректор учебного центра Финам. Для вас, уважаемые слушатели, телефон в студию, я напомню, 6510-996, код Москвы-495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, спрашивайте, поделитесь собственным мнением, на ваш взгляд, что действительно мы будем расти, расти и расти ближайшие как минимум полтора месяца, Олег сказал, да, до выборов в Штаты, без всяких коррекций. Насколько, на ваш взгляд, это действительно возможно. Продолжаем разговор, мы прервались на новости, вспомнив один из ключевых регионов мира, азиатский регион и его флагман под названием Китай. Не ответили, на самом деле, вы мне на вопрос, но, по крайней мере, так, как я хотел бы, на чем сейчас держатся цены на сырье и на основной набор металлов? На чем они держатся? Ну, отвечу я за вас или попробую это сделать. Вот, наверное, все-таки, да, если говорить о нефти, то есть некая геополитическая составляющая, ну, помимо интереса к риску, который вырос существенно с прошлой недели. А вот основной набор промышленных, прежде всего, металлов, да, мы говорим об Австралии, как об основном поставщике Китая, да, ну, и австралийский доллар в этом случае интересен, как раз как индикатор. На чем держатся эти цены, значит, на высоком уровне, на чем они держатся, по какой причине они держатся и что может заставить их существенно снизиться, Ярослав? Ну, Олег, ну, в принципе, ты назвал основные факторы. То есть я все ответил? Да, практически ты ответил. Извини, пожалуйста. Ну, я бы, да, сделал бы некоторую ремарочку, что если смотреть более, так скажем, далеко, то... Во времени или в пространстве? Во времени, во времени. Мы так уже в пространстве взяли масштабно. Если смотреть далеко во времени, то, конечно же, текущая цена на нефть может и не удержаться на таких уровнях. Весьма вероятно, что мы можем там при очередном, так скажем, скачке, эскалации по конфликтам на Ближнем Востоке получить там и 150, и 170. Но напомню, что по основным прогнозам, они, в принципе, фундаментальным прогнозам, да, текущая цена на нефть в 2012 году должна была скорректироваться до 60-70 долларов. Это какая, бренд или наши? Это бренд, бренд. До 60-70? Да, до 60-70. Все уже забыли те прогнозы, которые давались в начале первого полугодия крупными инвестдомами. Я не помню даже такие прогнозы. Были, были. Были? Да, так скажем, кризиса не получается. Никак. Никак. И, как наш любимый знакомый Дэмир Акчорин говорит, он сейчас увидел звериный оскал кризиса, заключающийся в том, что цены не падают, они, наоборот, растут. Ситуация схожая с 2008 годом. С первой половиной? С первой половиной, абсолютно верно. Когда кризис ипотечный начался в 2007 году, цены рухнули только в 2008 году. Поэтому, да, ликвидность заливают на рынке, но пока мы еще не видим такого существенного улучшения конъюнктуры, которая бы нам диктовала, что все замечательно и в мире, и в Китае. А в Китае, ну, вот сейчас пройдет QE3, и что дальше? Денег станет больше, но по большому счету там... Толку больше не станет. Толку больше не станет. Ну, мне понравилась аналогия твоя с 2008 годом, потому что, если действительно этой аналогии придерживаться, то вот-вот нужен просто опять какой-то пинок. Вот-вот мы можем... Олег, ну, я здесь замечу, да, что мы все-таки смотрим на длительную перспективу. Почему? Потому что вот текущую ситуацию я больше бы сравнил с 2006 годом. Да, почему? Потому как рынок себя ведет по поводу того же самого боковика, перспектив и так далее. Да, когда в 2006 году движение было достаточно, так скажем, хорошее, потенциал был, опять же, замечательно-замечательный. И ситуация с валютами, она примерно сопоставима. Я понял. Ну, то есть, есть у нас еще временной лаг какой-то. Что ты скажешь по этому поводу? Ну, по поводу Китая, что можно сказать, что последние месяцы действительно у них наблюдались какие-то снижения показателей, да, то есть много кто рассказывал про замедление экономики, про уменьшение количества, там, заказов промышленности. Но не стоит забывать, что они по-прежнему на колоссально высоких уровнях. То есть все равно даже это снижение, оно, оно такое, оно несет спекулятивную опять составляющую. Мне кажется, все-таки в долгосрочной перспективе Китай будет только наращивать свое производство. И пока, ну, можно сказать, что это идет надувание некого пузыря, да, и в металлах, опять же. Но в металлах это еще не так ярко выражено, в основном это пока в сырье наблюдается, да. Но если брать какие-то основные прогнозы по металлам, то на ближайшие пять лет прогнозы все-таки за рост. И многие, многие крупные аналитики, в том числе из GP Morgan, на ней прогнозируют рост практически по всем металлам. То есть тренд сейчас только начинается. Он не будет резким, не будет там в одночасье, но тем не менее на перспективу он будет. Ну, я понял, да. Тренд будет восходящий, ну и по большому счету рынок по определению всегда растет, цена на актив всегда растет. Что определяться, что в основе этого роста будет? Если мы говорим о ожиданиях аналитиков, да, что вот там в перспективе пятилетней, например, да, все будет расти. Почему? Потому что экономика мировая будет восстанавливаться. Тот же Китай будет прибавлять, Европа выйдет из кризиса, да, Америка встанет. Вот такая вот точка зрения. Или наоборот, эти самые количественные смягчения до такой степени, да, обесценят деньги, что народ, ну как, собственно, и сейчас это во многом происходит, что народ будет говорить, ну деньги ничего не стоят. Надо что-то на них, то, что имеет какую-то стоимость. И именно поэтому все вкладываются в сырё. Кстати, эта идея давно, да, как только КУЕ-1, я помню, или КУЕ-2 запустили, очень часто я слышал, ну, американские первые аналитики, которые говорят, деньги скоро ничего не будут стоить. Надо покупать сырьё, товары там, да, вот основной набор. Драгоценный металл. Да, драгоценный металл. Смотрите, золото, что делает. Перехай уже близко, собственно, и к 1800, и к историческому максимуму. И уже 2200 там кто-то там называл. Что в основе этого роста, скажи мне? В основе, я так понимаю, что это ожидание, что всё-таки потребитель придёт на рынок. Потому что сейчас с потреблением есть проблемы, да. И вот как раз и второе КУЕ, и операция Твист, и третье КУЕ, они всё-таки направлены на то, что действительно потребитель придёт. Потому что пока для сбережения ситуация очень печальная, да. То есть расчёт на то, что действительно люди начнут тратить деньги, начнут вкладываться. Но спекулятивно сейчас это выразится тем, что рынки просто начнут расти, да. Но расчёт именно на глобальное восстановление мировой экономики. То есть, опять-таки, если говорить о какой-то более длительной временной перспективе. Ну, я бы отметил, что наоборот, мне кажется, США сейчас начнут больше замыкаться на внутреннее производство. Это у них является, в принципе, первоочередной целью. Ограничить поток ширпотреба Китая и замкнуться на внутреннее производство. По крайней мере, да, попытаться повторить модель Германии. Почему? Потому что из всех стран модель Германии одна из самых, так скажем, перспективных. Ну, вот, если взять тот же самый Apple, да. Инновация в США. Ты купил себе пятый iPhone, нет? Не дай бог. Инновация в США, производство в Китае. И посмотрим, как идет распределение в Германии, да. Все-таки, производство основных, так скажем, инновационных составляющих, оно очень близко к центру разработки, да. То есть, сама Германия. И Германия из-за этого чувствует себя гораздо-гораздо лучше, чем большинство развитых экономик. Поэтому, я думаю, что США будет все-таки пытаться, даже через ослабление доллара, да, поиск определенного паритета с валютой Китая, с юанем, все-таки пытаться ограничивать поток ширпотреба. У Китая в этом отношении останется не очень много, так скажем, инструментария для того, чтобы держать свой ВВП на том же уровне. В первую очередь, это, конечно, внутренний спрос, огромнейший внутренний спрос, который не реализуется. Что для этого необходимо сделать? Китай попадает в ситуацию 60-х, 70-х годов США. Да, то есть, это как раз запуски тех же самых, там, ипотечных программ, там, развитие финансового... То есть, стимулирование внутреннего спроса. В первую очередь, стимулирование внутреннего спроса. Других, так скажем, механизмов выхода из текущей ситуации просто не существует. Почему? Потому что, если мы остаемся в той же самой модели, в которой существовали последние, там, 20 лет, с международным разделением труда и со всей, так скажем, замечательной... Кавычкой. Кавычкой. Кавычкой, за которую, да, Нобелевскую премию определенные люди получили, то мы приходим к тому состоянию, что США больше потреблять не может, да, то есть, она загоняет себя в кризис все дальше и дальше. А Китай, соответственно, получает вот уменьшение спроса, но без возможности отката текущей ситуации, да. Почему? Потому что, если, как мы понимаем, ситуация США загнется, то у них будет только один выбор. Ну, это где-нибудь очередную войнушку развязать и через это выйти. Ну, к сожалению, история показывает, да, практика показывает, это не так сложно у них, собственно. У них сейчас есть и список, я так понимаю, и первоочередных они уже... Да, ладно. Хорошо, значит, еще один момент, смотрите. Все это интересно, все это правильно. А времени меня очень смущает. Времени. Времени мало. Мало времени у нас. Мало времени. Ну, про пять лет, вот, да, Олег, опять. Давайте мы все-таки смотреть более краткосрочно, в перспективе. Ну, и ладно, не сегодня, не завтра. Но до выборов хотя бы, выборов США, я напомню, 6 ноября выбирается президент. Вот до выборов. Какие события, на твой взгляд, что будет на рынках происходить? И на отечественном в том числе. И, наверное, есть смысл, да, поговорить еще и о том, как будет сейчас рубль чувствовать. Ну, давайте вот более широкой. Более широко, да. Что касается рубля, рубль будет укрепляться. Потому что дорогая нефть, дешевеющий, в общем, доллар. И плюс, вот то, о чем я хотел сказать чуть ранее, по поводу оттока ликвидности, да. На самом деле, фонды крупные уже начинают проявлять интерес к нашему рынку, так как сырьевой рынок, он, в общем, да, собирается сейчас расти. И, например, Марк Мебиус и его фонд Templeton, 8% своего фонда сейчас инвестируют как раз-таки на наш рынок. Это насколько свежая информация у тебя? Вот, буквально последние выходные. Это серьезно. Да, соответственно, он много разговаривал про текущую ситуацию, да, были какие-то анализы, и он сказал, что действительно ему сейчас очень интересно вкладываться именно в нашу страну. Это после того, как Куэ-3 запустили все же? Да, да. Ну, он признал, что действительно сейчас будет разгоняться сырье, и поэтому сырьевые рынки, они сейчас впереди планеты. Хорошо, значит, рубль будет укрепляться, это логично. А цифру какую ты видишь? Цифру сложно сказать, но мне кажется, что 29,50 мы увидим. То есть, возможно такая история, да? А больше? Больше, оно в принципе возможно, но мне кажется, что основное снижение все-таки мы уже видели заранее, потому что от 34 шел откат на ожиданиях. И Центробанк может там, наверное, да, уже что-то встать? Ну, потихонечку, да. Если недавно он вставал в обратную сторону, да, что... Укрепление рубля тоже не есть хорошо. Для экспортеров. Ну, да. Ну, мы сейчас говорим, да. А вот, кстати, да, у нас в последнее время очень большими объемами начали как раз покупать валюту, то есть форварды, чтобы страховаться как раз от... Ну, то есть логика есть, да, потому что думаю, что... Значит, смотрите, у нас текущий курс практически, да, 30 с полтины, ну, я там чуть округлил, а чуть ниже он. Вот Олег прогнозирует, да, извини, что это не хорошее слово, прогнозирует, да, 29,5. Как ты к этому относишься? Вполне позитивно, я считаю, что мы можем... Такая цифра возможна. Мы можем даже еще больше укрепиться, но через определенную волатильность, то есть сожрав, так скажем... Ну, еще больше куда, 27, 28? Ну, я думаю, что да, где-то уровни, там, вот, порядка 28 и дальше. Хорошо, давайте послушаем новости, а потом будем подводить итоги. Ну что ж, дорогие друзья, на финал ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев, но я не печалюсь, печалюсь я только потому, что заканчивается наша программа сегодняшняя, мы будем сейчас через некоторое время подводить итоги. Еще, правда, печалюсь я вот о чем. Нет сегодня звонков и вопросов, да, не связано ли это с нехорошими результатами торгов в пятницу у наших слушателей. Вот по этому поводу, конечно, я печалюсь. Ну, надеюсь, не все так плохо, понедельник день тяжелый, может быть, и с этим связано, да, отсутствие вопросов. В любом случае, на всякий случай, да, я напомню, уважаемые слушатели, телефон в студии 651099,6, код 495, сайт финам.фм. Задавайте вопросы, делитесь. Сегодня в гостях, также я напомню, мои коллеги Олег Ельцов, главный трейдер управления ценных бумаг Росевробанка, и Ярослав Кабаков, ректор учебного центра Финам. Ну, а тема сегодняшней программы, это попытка определить, насколько серьезен рост, который случился на рынках прошлую неделю. Напомню еще раз, оба моих сегодняшних коллеги склоняются к тому, что рост продолжится, продолжится, да, спекулятивно ли, среднесрочно ли. И, кстати, я сейчас посмотрю на график CP, он все-таки сегодня, да, он открылся сегодня так позитивно, перехай сделал 1475, а сейчас немножко корректируется. Ну, в рамках теханализа это называется закрыть гэп. Вот, пока он закрывает этот самый гэп, все остальные, собственно, в пределах ожиданий. Ну что ж, продолжим. Значит, нам нужно с вами выяснить следующее, да, в ближайшей, а, кратко и среднесрочной перспективе. Какие мы можем дать с вами рекомендации по отечественному рынку ли, по зарубежному ли, по срочному ли, по валютному ли это. Собственно, так, как вам будет интересно, как вам будет возможно, да, мои гости. Кстати, у нас есть звонок телефонный, давайте послушаем, может быть, это вопрос. Итак, Михаил, добрый вечер, задавайте свой вопрос. А, сори. Михаил, добрый вечер, задавайте свой вопрос. Нет, Михаил, к сожалению, нет, нету Михаила. Ну, в хорошем смысле этого слова, звонок сорвался, к сожалению. Да, не подумайте плохого. Ладно, продолжим. Значит, вот такая у меня к вам просьба, уважаемые коллеги. Олег, давай с тебя начнем. Итак, еще раз повторю, да, кратко и среднесрочной. Ну, кратко. Какой мы временной диапазон определим? До? До, 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 до конца месяца? Ну, я бы до выборов все-таки. До выборов, хорошо. Да, до выборов. А среднесрочно это будет до конца года, да, нормально? Да. Все. Давай, начнем. Итак, твои рекомендации, кратко и среднесрочно, что делать на финансовых рынках? И кратко, и среднесрочно, давайте попробуем разделить по секторам. Если брать бумаги, то сидеть в бумагах, потому что сейчас разгружаться, вот хорошая тема программы, да, продолжение роста или фиксация прибыли. Я считаю, что для фиксации прибыли все-таки рано. Поэтому пока сидим в бумагах. Плюс, если брать сырье, драгоценные металлы, то же самое. Если нефть сейчас может немножко поколебаться на текущих уровнях, но, тем не менее, в среднесрочной перспективе, если она еще подрастет. Вот. Золото-серебро тоже рекомендую все-таки держать в своем портфеле, потому что разгоняется ликвидность. Олег, извини, пожалуйста, Михаил у нас опять на связи. Давай, а то, не дай бог, опять сорвется. Михаил, добрый вечер. Что такое? Михаил, добрый вечер. Вы слышите меня? Алло? Да, он, слава богу. Михаил, добрый вечер, спрашивайте. Алло, Михаил. Это понедельник. Это все понедельник. Михаил, вы слышите меня? И судьба. Извини, продолжим. Значит, по поводу драгоценных металлов у тебя, да? Да, драгоценные металлы, КУЕ, все-таки, что первое, что второе, что третье, оно позитивно влияет на драгоценные металлы, поэтому и серебро я бы держал, и золото. Единственное, ну, признаюсь так по секрету, все-таки меня из серебра уже выбило, потому что держал я позицию с тренд-следящим стопом, но, к сожалению, волатильность там высокая. Ну, это да, это да. Ну, в любом случае, ты в плюсе. Единственное, что у меня еще такой вопрос, смотри, хорошие вообще, да, рекомендации, держать. А кто не успел купить, как быть? Ну, если покупать сейчас, то, я думаю, что еще можно, потому что... Ну, то есть, вот смотри, я сейчас... В догонку. В догонку можно еще успеть, да. Я сейчас открываю график золота. 1768, текущая его цена на споте. Значит, хай у нас был сегодня, да, максимум был сегодня 1777, грубо говоря, дневной график. Это практически вот на максимум этого года, да, у нас максимум 1790 был. Работать на вдогонку, Олег. Только вдогонку коротких позиций не открывать. Это понятно, но вот прям по текущим 1770 сейчас стоит, да, унция. Прямо вот сейчас я взял и купил. Ну, небольшой объем, да. Можно, да? Конечно. Не больше 10% отчета, да, конечно. Чтобы потом усредниться, не дай бог. Не дай бог усредниться и так далее. Ну, не забываем, да, что сейчас начинается сезон по золоту Индии, Китая, опять же, период, сезон свадеб. Ты что, это, конечно же, это же... В Индии летом свадьба, ты кто же... Это у нас только под осень начинают жениться. Нет. Потому что нужны работники, чтобы там что-то упахать. Нет, Олег, ты что, это сезон свадеб, да, Индия, один из основных потребителей золота, я имею в виду, физического, на... Дарят там на свадьбу только золото. Вот, а золотые украшения и так далее. Это хороший сезон и, в принципе, сезонный фактор для того, чтобы золото подросло. Алло. Алло, Михаил, вы слышите нас? Что происходит со связью? Посмотрите, что делается. Алло, Михаил. Нет, не слышит. Алло, Михаил. Нет, это не судьба. Извини, продолжай. Ну и плюс ко всему, если посмотреть, то на текущем моменте, конечно же, там, рассчитывать на коррекционное движение, да, и попытки на нем заработать, там, продавать что-то... Нет, 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 ни в коем случае, конечно. Конечно, нет. Рынки, я думаю, будут еще оставаться достаточно волатильными, поэтому надо потихонечку, может быть, подбирать, смотреть. Почему? Потому что если выйдем на, так скажем, именно тенденцию, мы будем небольшими движениями вверх подрастать, бескоррекционно, и что как раз и будет формировать тренд. Но по срокам, я думаю, да, конечно же, волатильность на выборах США расширится. Я понял. Хорошо, тогда давайте мы вернемся к отечественному рынку, к фондам отечественному рынку, естественно. Еще какие-то рекомендации, краткой и среднесрочной? Краткой и среднесрочной, если конкретно по эмитентам или по секторам? Да, конкретно по эмитентам. Сейчас назревают неплохие идеи в холдинге МРСК, например, потому что вот сегодня в «Ведомостях» была интересная статья по поводу того, что акционеры ФСК смогут обменять свои акции на акции холдинга МРСК. И там такой расклад получается, что, в принципе, к текущим уровням акции компании холдинга МРСК могут прибавить порядка 100%. Поэтому, понятное дело, что они уже пятый раз. Да, к текущему. Они уже какой? Пятый раз там какую-то схему придумывают, да? Но, тем не менее, рано или поздно это произойдет. Это как с байбэком норильского никеля. С какой попытки у них это произошло? Ну, естественно, НЛМК, потому что недавно составился выход все-таки из диапазона. И мне кажется, что апсайд где-то в районе 100 рублей вполне вероятен. Вот. Если брать нефтянку, в общем, нефтянка уже и так на неплохих уровнях, да? Но стабильнее всех «Лукойл». Лукойл последние дни вообще без откатов, без продаж. Извини уж меня, вот у меня это гнетет очень, да? Я опять о нефтянке, если говорить. Нефтянка на неплохих уровнях. И, тем не менее, рекомендация какая? Покупать. Покупать по текущему, да? Не дожидаясь откатов, коррекции. Не, на самом деле я бы не покупал по текущему, потому что есть торговые идеи гораздо более интересные, которые еще не успели выстрелить, да? Или те, которые только вот дали сигналы, как Мечел тот же самый, да? Поэтому по таким акциям, как «Лукойл», которые уже и так на своих максимальных уровнях находятся, да, лучше подождать. Потому что все равно рано или поздно откат случится, без откатного роста не бывает. Ну вот, вот. Вот это меня более-менее успокоило. Ярослав, твои рекомендации. Ну, да, идеи, конечно, очевидны. Я бы отметил, что стоит здесь уже, может быть, в какой-то мере покопаться во втором-третьем эшелоне. Потребсектор, я бы посмотрел, да, все-таки инфляция в России, она должна когда-то запуститься. Все-таки тарифы повышают, зарплаты повышают. Такая формулировка, ее уже запустили. Ну да. Для потребсектора это будет позитивно в какой-то мере. Ну да. Я бы посмотрел бы, ну, идея металлургии и электроэнергетики, она очевидна на рынке, конечно же. И я бы отметил, что в электроэнергетике это, если исключат Роснефтегаз из системы, там, вот как раз и из Росгидра, и из МРСК, и ФСК, то, конечно же, там электроэнергетика хорошо подскочит. Металлургия, да, ну, я вот свое предпочтение всегда называл акцией компании НЛМК, как одна из самых таких интересных компаний. А с точки зрения чего-то еще более, так скажем, экстравагантного, надо, конечно же, ориентироваться. Ну, во-первых, на первое полугодие компании прошли этот замечательный период. И в какой-то степени, наверное, брал бы уже первую десятку по обороту за три месяца торгов на фондовом рынке, на ММВБ. То есть уже бы там смотрел бы более, так скажем, менее ликвидные ценные бумаги. Я думаю, что там, конечно же, идей будет очень много. И подрастать, главное, они будут не в текущем моменте, да, а времени хватит, ну, я думаю, что полмесяца-месяц для формирования портфеля в этом отношении будет достаточно. Я понял. Еще один вопрос. Мы сегодня говорили о ценах на нефть, ценах на сырье и, собственно, привязывали, да, возможные изменения этих цен. А вот и Михаил. Он зашел с другой стороны, давайте мы все-таки выслушаем его. Добрый вечер, так не получилось дозвонить. Следующий вопрос к гостям. В октябре ожидается решение по пенсионной реформе. Ярослав, твоя тема. В рамках которой накопительная часть может быть отменена. Как это может повлиять на российский рынок? Ведь управление ВЭБа более триллиона рублей. Спасибо. Ну, то есть имеется в виду, что эти денежки, да, ВЭБ струльнет куда-нибудь там в те же самые фишки. Может такое быть? Может быть, вполне вероятно. И самое интересное, что могут их не только голубые фишки, а могут просто в Забербанк. Например? Например, просто в Забербанк. Накопительную часть, да. Но здесь стоит отметить, что отменяют ее, конечно же, не для того, чтобы инвестировать в ценные бумаги. Отменяют ее для того, чтобы финансировать текущие заработные платы. Ой, текущие пенсии, да, которые черпаются во многом из бюджета. Да, то есть и там существует громаднейшая дырка. Я думаю, что это будет уже принципиальное решение для нашего правительства. Если они таким образом сделают, можно говорить о том, что, ну, так скажем, будущие поколения будут... Станутся без пенсии просто, да? Да, то есть текущие пенсионеры получат заплатку из будущих пенсий, а будущие пенсионеры... Это мы с вами, кстати, я так на всякий случай напоминаю, уважаемые. Ну, Олег, эта тема, знаешь, она вообще практически там спорят, обсуждают о текущему... Ну, ладно, тем не менее, Михаил хотел дозвониться, дозвонился, не сумел, мы на его вопрос ответили. Я буду закругляться, дорогие друзья, вам спасибо огромное за внимание. Моих гостей я представлю, это Олег Ельцов и Ярослав Кабаков. Традиционно я желаю вам успехов на рынке. И в заключение я скажу мнение одного из наших слушателей. Спасибо за толковую передачу. Спасибо вам, всего хорошего. До свидания. До свидания.